Глава региона Сергей Носов провел пресс-конференцию для региональных средств массовой информации. Главными темами стали итоги прошедшего года и планы на следующий. По словам губернатора, год был непростой, но он показал отличные результаты в реализации национальных проектов, а также в развитии экономики. Показатели оборота товаров и услуг поднялись на 35,5%. По обороту малого бизнеса регион вошел в топ-5 по Российской Федерации. Несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции на промышленных объектах, поставленные задачи по полезным ископаемым выполнены на 104,9%. А ключевого сырья Колымы – золото – в текущем году добыли 49 тонн. Переживали и за людей, и переживали за то, что может быть сорвано добыча золота, производство золота в Магаданской области. Вообще, очаг мог возникнуть в любом коллективе, что на промышленных объектах, что в учреждениях, и это было тревожно. Но резидоты говорят о том, что нам удалось справиться. Те меры, которые мы предпринимали, оказались верными. Во всяком случае, эффективными. 49 тонн золота получается в этом году. Кроме того, говорили о целях. В 2021 году со дна бухты Нагаева поднимут затонувший корабль. Для морского торгового порта планируют заключить контракт по производству рефрижераторных контейнеров, чтобы хранить морепродукты, добытые в Охотском море. Аэровокзал в поселке Сокол начнут реконструировать. Увеличат количество авиарейсов в поселке Амсукчан, Эвенск и Сусуман. Там же будут реконструировать взлетно-посадочные полосы. В поселке Снежный начнут строительство спортивно-оздоровительного комплекса, а также сейчас ведут переговоры с чемпионкой Еленой Вяльбе для строительства на колыме лыжного стадиона мирового уровня. Также от медиахолдинга «Вечерний Магадан» поступил вопрос о планах строительства нового мусороперерабатывающего завода. Конкурс уже объявлен. 1 февраля 2021 года начнется финансирование проекта. Запустить новый завод по нацпроекту необходимо в 2023 году. Проблему, которую схватили крупные города, целые регионы с так называемыми свалками или полигонами, все знают и не понаслышат. Поэтому этого можно избежать, если мусор перерабатывать комплексно. Дальше переработка мусорокомплексно, это, извините, цивилизованно уже. Поэтому такой завод будет построиться и будет построен в Магаданской области. В социальных сетях на многие действия правительства жители региона реагируют не лучшим образом. По словам Сергея Носова, развитие Магаданской области в первую очередь осуществляется для людей, а ко всем инициативам и негативу прислушиваются, чтобы исправить проблемные ситуации. Когда мы говорим о планах, о проектах, мы говорим о том, что мы собираемся реально делать, мы говорим это не с точки зрения пиара, мы говорим это для того, чтобы люди при встрече могли напомнить. Вы обещали, когда сделаете. Делается это для этого, для того, чтобы усилить контроль за нашей работой со стороны населения. Подводя итоги, можно сказать, что год выдался непростым, но результативным. Впереди реализация многих важных для региона проектов.